Малый зал детской школы искусств собрал ценителей изящных мелодий на концерт тайной классической музыки. Перед собравшимися выступали студенты Московского областного музыкального колледжа имени Скрябина. Это учебное заведение с видновской дыши и связывают давние отношения. Они курируют нашу школу, помогают нашим детям в мастер-классах, подготовке конкурсов. И поэтому дружба это очень давно, но сейчас она просто приобретает другую совершенно форму, форму концертов. Фортепиано, скрипка и виолончель – три инструмента, которые солировали в этот вечер. Со сцены прозвучали произведения Баха, Бетховена и Паганини. Лауреат международных и областных конкурсов Елизавета Лющина никого не оставила равнодушным исполнением фантазии Шопена. Концерт посетили многие учащиеся школы искусств. Для них очень важно видеть перед собой ориентир в лице тех, кто еще вчера постигал первые азы нотной грамоты, а сейчас на пути к получению музыкального образования. Скрипка и виолончель считаются одним из самых нераспространенных инструментов, чтобы привлечь, чтобы приходили дети к нам учиться, и для того, чтобы классическая музыка звучала в нашей школе почаще. Скрипачка Анастасия Паршина окончила Видновскую ДШИ еще 10 лет назад. Потом поступила в Российский экономический университет имени Плеханова, отучилась на финансиста, но поняла, что не может жить без скрипки, и теперь учится в колледже имени Скрябина. Какие же тайны скрывает классическая музыка, по мнению Анастасии? Все-таки я считаю, что тайны – это очень личное. Для каждого человека они свои. Музыка и понимание музыки – это очень индивидуальный вопрос. Поэтому я считаю, каждый человек, который слушает музыку и исполняет музыку, что-то привносит свое. Концерты классической музыки проходят в ДШИ и Города Видное регулярно. Следите за афишей на сайте учебного заведения. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. У heiratus на сайте! Ур audiences есть в который çocuk можно бgers, что и утреп questions по тел Mickey! Как música помните, он лично здесь?